Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео пустые баночки бытовой химии за сентябрь. Давайте начнем с чистящих средств для сантехники. Средства я приобретаю обычно без хлора. Для унитаза в этом месяце использовала санитарную формулу недорогое. Средство из магазина FixPrice. Оно неплохо очищает, удаляет известковый налет. Единственное средство не очень густое. Быстро нанесли, быстро почистили. Для такой ежедневной уборки. Здесь у нас основное действующее вещество. Это щавелевая кислота. Следующая бутылочка тоже без хлора. Силитбэнк. Здесь у нас уже основное вещество. Это соляная кислота. Конечно, со всеми этими средствами надо работать в перчатках аккуратно. Силитбэнк средство более густое. На мой взгляд, более качественное. Лучше очищает сантехнику. Вполне подойдет для такой уже генеральной уборки. Также хорошо убирает известковый налет, ржавчину. И производитель нам пишет, что это дезинфицирующее средство. Убивает микробы. Но, как понимаете, это я проверить уже не могу. Для раковины и ванны также использовала средство без хлора. Здесь основное действующее вещество щавелевая кислота и яблочный уксус. Производитель Уникум. Средство он позиционирует как от ржавчины и известкового налета. Известковый налет прекрасно средство убирало. Ржавчины у меня на сантехнике нет. Но думаю, что, наверное, тоже ржавчину уберет. В принципе, средство хорошее. Здесь, кстати, удобный вот такой распылитель. Знаете, что мне не понравилось и почему повторять не буду? Категорически не понравился запах этого средства. Мне оно пахло какими-то подгнившими фруктами. Поэтому пользоваться было не очень приятно. Так, что я использовала для мытья посуды? Во-первых, в очередной раз свой любимый Биолан. Биолан. Самая дешевая цена на него в магазине фикс прайс. В этот раз у меня был апельсин и лимон. Хорошее достаточно, на мой взгляд, густое средство. Хорошо отмывает посуду, поскольку претензий никаких нет. Я Биолан повторяю очень часто. С интересом я воспользовалась вот таким пакетиком. Это средство мне подарили в магазине подружка за покупку двух товаров от этого производителя. Я его на английский манер читаю как Лайн. Некоторые читают по-французски. Лион. Это корейская компания. Это средство для мытья посуды в небольшом объеме. 290 миллилитров. Японский абрикос. Само средство хорошее. Посуду отмывала прекрасно. Очень-очень приятный аромат. Знаете, если человек не знает, вы можете переведить в бутылочку, сказать, что это гель для душа. В общем-то все поверят. Настолько приятный аромат. Единственный минус. Мне это средство показалось очень-очень жидким. Оно даже более жидкое, чем биолан. Поэтому, честно говоря, за свои деньги покупать не буду. Средство не бюджетное. Но в качестве подарка было приятно получить и интересно протестировать. Для стирки давайте немножко подвину. Закончилась у меня бутылочка геля Персил. Кстати, мне такой бутылки хватает достаточно надолго. Мне кажется, именно эту я приобретала в фикс прайс по какой-то выгодной цене. Написано против неприятных запахов. Этот момент я протестировать не смогла. У меня не было какой-то одежды, какого-то белья с неприятными запахами, от которых надо было избавиться. Но в качестве геля для стирки средство хорошее очищает, стирает даже такие более сложные какие-то загрязненные вещи. Но, конечно, если есть какие-то пятна и очень серьезные загрязнения, то даже Персил их не отстирает. Все равно надо или пятновыводителем воспользоваться, или, по крайней мере, добавить усилитель стирки. Но вообще Персил мне нравится. Обязательно буду повторять. Вот эти капсулы повторять не буду. Я их приобретала в магазине «Подружка» Кле-Окс, польского производства капсулы для стирки. Покупала их по какой-то акции, по выгодной цене. В каждой упаковке 15 капсул. Вы знаете, к качеству самих капсул, как они стирали, у меня претензий нет. Почему же покупать не буду? Возможно, они неправильно транспортировались, неправильно хранились. К сожалению, в той и в другой упаковке у меня было в одной упаковке, по-моему, две капсулы. В другой даже три были лопнувшие капсулы. Весь этот гель растекся по упаковке. И в этом геле уже плавали оставшиеся капсулы. И начали тоже растворяться, склеиваться. В общем, такая каша там была из капсул. Причем в той и в другой упаковке этим я осталась очень-очень недовольна. Ну, только по этой причине я их повторять не буду. Ну, а так повторюсь, по качеству стирки, в принципе, неплохие. Вообще, вы знаете, думаю, что буду уходить от капсул. И все-таки мне как-то ближе именно гель для стирки. Мне его и дозировать проще. Ну, капсулы, наверное, не совсем мое. Для совсем такого слабо загрязненного белья, вот отсвечивает упаковка, я использовала самый бюджетный гель для стирки. Из того же FixPrice, Velor. Подходит для очень-очень слабо загрязненных вещей. Кстати, эта упаковка подходит и для машины, и для ручной стирки. Ну, знаете, что-то один раз буквально надели, и вот таким гелем постирали. Вполне для этих целей подходит. Пятновыводители, усилители стирки. Оба, кстати, я приобретала, оба пятновыводителя я приобретала в подружке. Начнем вот с такого очень бюджетного 5.0. Пятновыводители, усилитель стирки. Его я скорее использовала именно как усилитель стирки. Производитель Селена. Вы знаете, я не первый раз покупаю, несмотря на бюджетную стоимость. Он вполне себе неплохой. И именно в качестве усилителя стирки он работает. Поэтому повторять обязательно буду. И также уже не первая моя, не вторая покупка. Не первый, не второй, не третий даже уже пакетик. Того же корейского производителя LINE. Пятновыводитель, усилитель стирки. Несмотря на маленький вес, здесь всего 150 грамм. Такой упаковочки хватает на несколько применений. Очень экономичный расход. Средство действительно качественное. И именно этот пакетик я использовала уже не как усилитель стирки, именно как пятновыводитель. Пятна удаляет не только какие-то свежие, но и более застарелые, скажем так, да, более сложные. Хотела покупку повторить. К сожалению, сейчас почему-то в подружке эти пакетики пропали. Но не знаю, обещают, что еще их завезут. Я тогда опять несколько куплю. Да, цена у него не самая бюджетная. Стоит такая маленькая упаковочка 150 грамм рублей, по-моему, 115. Но она того стоит. Качество отличное. И каждый месяц показываю такую упаковочку. Меламиновая губка ластик. В упаковке две штуки. Две штуки как раз за месяц у меня и тратятся, и уходят. Приобретаю фикс прайс. В принципе, такой губкой можно очистить все, что угодно. Я использую и на кухне, и в ванной комнате. И вообще для любых каких-либо сложных загрязнений. Кстати, отдельно можно завести такую губку для обуви. Тоже прекрасно очищает загрязнение на обуви. Давайте еще раз покажу. Вдруг кто-то не видел, что нам рекомендует производитель. Вот такое описание. Вы знаете, я очень этими губками довольна. Знаю, что не всем они нравятся. Но для меня это стало уже такой, можно сказать, must-have для уборки. Все. Это все, что закончилось в сентябре. Большое спасибо, что посмотрели мое видео. Пишите ваши комментарии. Я вам желаю самой-самой легкой уборки и самых выгодных покупок. Всем пока! Продолжение следует...